всем привет я наталья сегодня покажу вам свои новинки это гель лаки аль паза я них узнала совсем недавно и они очень приятно удивили своей ценой и качеством номер 106 называется амстердам это очень красивый светло небесный оттенок хорошо ложится в один слой номер 198 неглиже это светлый розовый оттенок хорошо ложится в два слоя номер 78 розовая вуаль это прозрачный гель лак с легким розовым батоном прекрасно подойдет для французского маникюра номер 77 называется лаванда это светлый лавандовый оттенок прекрасно ложится в один слой номер 199 называется красный бархат это полупрозрачный красный оттенок с мелкими блестками на черной подложке он просто шикарен а также у меня есть каучуковый топ аль паза он имеет достаточно густую консистенцию и топ без липкого слоя он более жидкий приобрести гель лаки эль паза можно в группе вконтакте ссылочку я оставлю в описании под видео а также для всех моих подписчиков действует скидка 5 процентов для этого необходимо ввести промо-код и все его а я приступаю к маникюру снимаю старое покрытие керамической фрезой и работаю я на форварде со скоростью примерно 20 тысяч оборотов и затем пилочкой 180 грит придаю форму ноготкам после опилы обязательно шлифую ногти бафиком и убираю блеск с отросшей части натурального ногтя затем пушером аккуратно отодвигаю кутикулу и приступаю к аппаратному маникюру очищаю птери гист ногтя своей любимой фрезой это пуля с синей насечкой диаметром 1 и 6 миллиметра работаю я на реверсе со скоростью примерно 17 тысяч оборотов движение идут слева направо и очень важный момент не переключая реверса я двигаюсь в обратном направлении фрезой по внутренней стороне кутикулы выворачивая ее наружу кутикула должна стоять перпендикулярно к токтевой пластине чем лучше мы ее вывернем тем лучше получится срез а если выполняется комбинированный маникюр то выворачивать кутикулу совсем не стоит достаточно только хорошо поднять и вычистить тиригий мы Продолжение следует... Затем переключаю на форвард и обрабатываю пазухи слева. Затем переключаю на фрезу шар с красной насечкой диаметром 3,1 мм. Работаю на реверсе со скоростью примерно 17000 оборотов. Двигаюсь я слева направо. Сначала прохожусь по внутренней стороне кутикулы. Не задерживаюсь на одном месте. Делаю такие прерывистые движения. Давление в этот момент минимальное. Кутикула постепенно истончается и в итоге получается срез. Продолжение следует... И этой же фрезой шлифую срез и боковые валики. Затем обезжириваю ногти и наношу праймер. Затем наношу базу. Сначала втираю тонкий слой. И затем добавляю капельку побольше для выравнивания. Затем наношу позже. Затем наношу праймер. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Затем наношу гель-лак камуфляжного оттенка сразу на все 4 ноготка, а на больших пальчиках крашу и просушиваю отдельно. Продолжение следует... Очень полюбили мои девчонки дизайны с металлизированными полосками. И сегодня дизайн будет очень простой, но выглядит очень эффектно. Приклеиваю по две металлизированные полосочки и за пару миллиметров от края отрезаю. И тут же наношу гель-лак серебристый слюдой и постепенно эту серебристую россыпь растягиваю вниз. Продолжение следует... Прохожусь тонким слоем базы, чтобы закрепить хорошенько полоски. Кстати, все материалы, которые я использовала в работе, можно найти в описании под видео. И теперь все ноготки покрываю топом без липкого слоя. Продолжение следует... Девчонки, как вам этот дизайн? Пишите свое мнение в комментариях под видео. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!